...национал истории Родиновской России. Я играл в левую полузащитника, и мы там каждую субботу и воскресенье собирались. Но сейчас этого уже нет, потому что многие из наших уже там, но это неважно. И вот однажды мой друг, он еще жив, в перерыве спросил меня, слушай, Серега, ну чем ты занимаешься в этой математике? Мы всю высшую математику прошли в институте. А он закончил ЛИАП, то есть Институт Авиаприборостроения. Вот я пытаюсь теперь всю жизнь доказывать, что мы не только какие-то фундаментальные методы изучаем, но и все-таки можем что-то для обыденной жизни предложить. Немножко объясню сейчас быстренько наше направление, которое мы занимаемся. Оно называется конструктивная арифметическая геометрия. Вот тут есть два слова, которые я бы хотел объяснить. Конструктивная. Но это означает, что мы все время занимаемся какими-нибудь явными конструкциями. Вот, например, то, чем получилось очень здорово, ну результат, это знаменитый закон взаимности, девятая проблема Гильберта, которую удалось добить у нас в Питере. У нас две проблемы. Десятая это Матисеевич, а девятая удалось вот подобить мне. Девятая проблема Гильберта. Ну, в каком смысле это конструктивная? Ну, то, что построили конструктивно, ладно. Но вот давайте сейчас я быстренько маленький пример приведу, что иначе конструктивная. Вот он и. Так, берем некоторое поле, и в нем есть, ну, например, корень н-ной степени из единицы. Так, теперь мы расширяем это поле до, ну, какой-нибудь н-ной степени из h, где h – это подгруппа, мультипликативная группа, ну, с некоторыми ограничениями. Вот так. Нам хочется узнать, как устроена группа норм вот этого нашего расширения. Как ее вычислить? Ну, поскольку у нас есть вот теперь явная конструкция, как это строится символ Гильберта, а это, значит, некое спаривание явное, и, соответственно, k со звездочкой, k со звездочкой, ну, вот, ztn – это явное спаривание. Тут вся формула есть явная. Сейчас я кое-что скажу. Тогда все понятно. Группа норм – это будет ортогональное дополнение нашей подгруппы. Мы вычисляем просто в явном виде ортогональное дополнение – это будет группа норм. А это дает нам сразу очень хорошее продвижение. Мы знаем теперь то, что, ну, является, так сказать, формулировкой главной теорем, ну, хотя бы в локальной теории поликлассов. Нам вычислять закон взаимности – это как раз вот соотношение между группой норм и так далее, и так далее. Вот так. Ну, вот это пример, например, что значит инструктивное. Теперь, вот в этом нашем определении конструируем арифметические геометры. Это вот с чем связано. Дело в том, что, ну, практически все из нас знают, что… Ну, вот давайте вспомним, эллиптические кривые. Ведь именно они сыграли фактически главную роль в теореме Ферма, в решении теореми Ферма. Всех этих последних участников я очень хорошо знаю и знаю, что там происходило. Вот первый человек, которого… Это Герхард Фрай, он был директором института прикладной алгебры в Эстине. Так сказать, вот такой. Единственное, он всегда замечал нам, ну, тех, кто не понимал, что фамилии его надо писать обязательно через Y, а не через И. Фрай, потому что иначе Фрай – это был фашист с источкой. Ну, вот он, ну, это его личное, так сказать, замечание. Вот. Что он сделал? Он где-то в 70-х годах, ну, в конце, взял кривую, эллиптическую, Y квадрат равно X куб плюс AX плюс B. Не буду я описать, легко запомнить. Y квадрат равно AX, то есть X куб плюс AX плюс B, где A и B – решение теореми Ферма какое-то, неважно. И начал изучать на тех, мягко говоря, убогих компьютерах, которые у него были в 70-е годы, какие свойства может иметь вот такая кривая. Вот. И у него оказалось, что эти свойства настолько замечательные и прекрасные, что в этом поганом мире она существовать не может. Слишком она прекрасна для нашего такого поганого плохого мира. Вот. Ну, дальше происходило следующее. Вот он сам мне рассказывал, что ему было неловко публиковать свои результаты, потому что он боялся прослыть ферматистом. Ну, стандартное явление. Мы до сих пор страдаем, я не знаю, как вы, мы от ферматистов до сих пор. У нас приходят, потом приходят еще, и, в общем, это все продолжается. То есть они новые какие-то идеи дают якобы, ну, и так далее, и так далее. Ладно. Вот. Ну, где-то в 75-м году он все-таки опубликовал свои предположения практически. И нам тогда, ну, мы еще были, так сказать, молодыми, у нас был такой царство небесное, Дмитрий Константинович Фадеев по алгебре. Он сказал, все, теперь теоремия Ферма должна рухнуть, потому что теория эллиптических кривых, там, Абелева группа и так далее, это очень сильно развитая теория. Дальше двух этих участников я тоже знаю. Одного Джон Коутс, это мой ровесник, с точки зрения месяца он, австралиец, переехавший в Англию, ну, и там уже стал профессором. А его ученик, Андрей Ваев, который реально потом доказал, мы с ним имели, ну, в некотором параллельной статье, не совместной, конечно, а параллельной статье 80-е годы. Ну вот, что там дальше произошло, вы, наверное, знаете, что в 96-м или 97-м году Андрей Ваев доказал эту теремию Ферма, основываясь на вот этих самых эллиптических кривых. Поэтому сами по себе эллиптические кривые, их теория должна развиваться дальше. Что мы должны уметь делать в них? Мы должны строить то, что называется для обычных наших объектов, теории полей классов, в самом таком, самом обычном случае. А для этого нам нужно строить вот некие вот такие аналоги спариваний. А помните, что такое эллиптические кривые? У них ведь точки складываются, так сказать, вот так, образуют Абельеву группу, но это бог с ним. Но главное, что если мы берем у точек координаты, то тогда сложение будет задавать некую, ну, наверное, многие знают, я уж не буду тут время зря терять, некую формальную группу. Некую вот, или объяснить, как она получается. Не надо, я думаю. Значит, ну, если мы берем точки с координатами, то получившаяся следующая сумма точек, это будет сумма по формальному какому-то групповому закону. Вот. Ну, и вот, например, для таких очень простых формально-групповых законов, например, для, ну, простых это в смысле, очень изученных, например, формальной группы Любина Тейта. Такой очень известный вещь. Она, ну, собственно, очень хорошо разработанная теория, это для Любина Тейта формальной группы и для Хонды. Формальные группы Хонды, это все описываются группы всех классификаций над нерезветвленным полем. Вот они, что, есть вопрос? Вы можете мне, чтобы не задерживать, потом на обеде задать. Вот этот? Да. Так, и что? А? Ну, пожалуйста, битазер. Вот. И, значит, соответственно, ну, вот две больших, два класса групп, это Любина Тейта и Хонды. Ну, кстати, развито довольно хорошо, и с помощью группы Любина Тейта можно строить локальную теорию полей классов для обычных полей. Вот. А мы должны строить их для, соответственно, ну, для электрических кривых. Тут еще, к сожалению, конь не валялся, и тут больших продвижений нет. Мы еще только в самом начале пути. Ну, вот это означает, что мы должны строить, ну, вот то, что называется арифметическая геометрия. Мы должны влезать своими конструкциями в эту арифметическую геометрию. То есть есть какие-то наметки мы со своими ребятами делаем. К сожалению, трудности есть, потому что, вы знаете, молодежь, она у нас не держится теперь. Ну, вот один у меня очень хороший парень, очень хороший. Он сидит в Мичигане, второй сидит в Туктех, ну, и так далее. Ну, это везде, так что я не новость говорю, к сожалению. Ну, работать в этом смысле стало гораздо сложнее. Вот. Значит, вот это, соответственно, такое небольшое предисловие. Так, и, значит, как происходила вообще вся история? Почему она даже довольно важна для нас? Вся история с этим законом взаимности, потому что мы его теперь хотим строить дальше для формальных групп. Ну, историю вы, в принципе, многие знают, а может даже все. Помните, что она началась с фирма, который там смотрел, какие простые делители у числа х квадрат плюс один. Вот это его исследования были. Ну, он что-то сделал. В Катисе это символ минус один делить на, ну, в общем, П, на простое П, там изучать. Следующий шаг сделал наш, ну, не соотечественник, но наш, во всяком случае, математик Эйлер. Эйлер, Леонард. Ну, в каком смысле? Он точно сформулировал некую лему, доказал для квадратичного закона взаимности, который реально в итоге доказал Гаусс. Значит, закон взаимности Эйлера-Гаусса, квадратичный закон взаимности. Он, ну, я не буду, вы его знаете со школы, чего там. Так. Ну, и весь XIX век был занят тем, чтобы как-то получить... Как-то получить уже общий закон взаимности степенных вычетов. То есть найти вот эту функцию. Этим занимались те, кто связан был с теорией чисел практически весь XIX век. Но тут вот в итоге в конце XIX века, тоже вам известный математик, конечно, Кронекер, он предположил вот такую идею. Сейчас я все-таки ее теперь на этом сам изображу, если найду. Что, на самом деле, числа и функции, они связаны с собой довольно хорошо. Так, куда? Сюда? Ага, ну вот, 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 вот. Что миромортные функции, они, собственно, взаимно однозначно соответствуют алгебричным числам. И более того, простые делители дискриминанта поля, ну, от поля К на ТК, она имеет дискриминат. Так вот, простые делители – это особые точки дериференциальной формы. Вот, что локальный символ... Да? Вопрос? Локальный символ, он равносилен дифференциальным, абилю дифференциалам, и закон на отсутствие, это вот последний, самый главный шаг, теорема Каши интегральная. Вот мы с ней сегодня будем больше всего работать. Вот, но самое главное, что первый, кто обратил внимание на эту, вообще говоря, идеологию Хронекера... Ну, а куда я делал-то? Был наш дорогой Хильберт. Ну, вот он в конце 19 века доказал для этого поля, что произведение... Значит, соответственно, вот он ввел новый символ норме новычета по всем простым идеалам – это единица. А потом уже сформулировал, уже позже, в 1900 году, это вы тоже знаете, на первом международном конгрессе эллеров, о господи эллера, математиков в Париже, свою знаменитую девятую проблему Гильберта, где он указал путь, как найти вот этот закон взаимности, который я нарисовал наверху, как его реально найти. То есть для этого нужно было построить сперва теорию поликлассов – локальную, потом глобальную. Затем, соответственно, определить символ норме новычета и уже дальше связать вот это самое произведение Лежандра слева, которое стоит, с его символом норме новычета, которые стоят справа. Ну, вот такой план был. Первый шаг – это локальная и глобальная теория поликласса была построена в начале 20 века. Это, в первую очередь, Артин, Хасса, там еще Токаги, в общем, были их ребята. И дальше пошла речь о том, как бы организовать, как бы получить символ норме новычета. Кстати, вот, между прочим, вот сам Гильберт говорил, что вот последнее равенство у него, вот сейчас я спросил, что он имел в виду, что это интегральная теорема Каши, интеграл, охватывающий все ее основные точки, равен нулю. Вот такая теорема Каши. Но потом Игорь Истиславович Шафаревич сказал, что это не совсем так, что этот вот внизу написанный закон взаимности – это аналог следствия теоремы Каши о том, что сумма вычетов Абелева дифференциала альфа-дэ-бета во всех точках риммановой поверхности равен нулю. А поэтому локальный символ Абета-б является аналогом Абелева дифференциала альфа-бета в точке П. Вот это то, что говорил Шафаревич. Вот, сейчас я попробую сдвинуть это с точки. Тык-тык-тык-тык. Да. Вот. Ну и дальше, я повторяю, в 78-м году был найден реально явная формула для символа норме иного вычета. И мы стали искать аналог вот с этой интегральной теоремой Каши. Вот. Это, на самом деле, получилось в итоге. И где наш дорогой? А. Марат Мирзович знает, потому что мы опубликовали в ученых записках Казанского университета эту работу. Вот. Мы связали вот то, что здесь внизу написано, с интегралом Шнирельманом, так что-то называемым. Сейчас. Значит, я следующий шаг сделаю. Так. Ну, чтобы я даже не знаю, определять этот Шнирельманом или бог с ним интеграл? Бог с ним. Ну, бог с ним. Это, смотрите, в общем. Ну, у нас-то ведь сейчас какая основная идеология сейчас получается? Мы хотим... Значит, у нас получилось сейчас вот что. Вот Шнирельман мы закончили и про статью написали. Но, оказывается, есть... Значит, я сейчас все-таки напишу, какой аналог, чтобы было понятно. Здесь это и нет, а сейчас я его напишу быстренько. Так. Так. Значит, во-первых, локальность... Вот мы возьмем такой простой пример. Поле поедичных чисел к нему присоединим по этой корень. Так. Ну, в этом простеньком случае символ Гильберта у нас будет очень легко выглядеть. Это будет высчит. Логарифм бета альфа. Сейчас я объясню, в чем тут проблема. d по dx альфа с чертой. z в степени p минус 1. Ну, сейчас я объясню, что значит внизу я подчеркиваю. Значит, у нас есть какие-то элементы альфа и бета там и z. из нашего поля k. Но в этом поле k, так сказать, например, пи, это z минус 1, это так называемый простой элемент. Ну и понятно, что все наши числа это какие-то а нулевое плюс пи плюс и так далее. бета это b нулевое плюс а1 пи. b1 пи и так далее. Ну а теперь альфа с чертой, это то, что мы вместо пи теперь переменную берем. а1 икс плюс и так далее. Ну и здесь то же самое. b1 пи икс и так далее. То есть без всякого. этого все поставляем туда. так, ну аналог теперь будет такой, аналог с теоремой Каши. альфа, бета, альфа, 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 бета, p, это то же самое, что интеграл вот этого самого господина Шнирельмана, логарифм бета, d по dx, логарифм альфа, z, p минус 1, это вычет, логарифм бета, d по dx, логарифм альфа, z, p, минус 1. Ну и здесь вот если так присмотреться, единица на z, p, минус 1, это особая точка. Ну это потому, что если мы вместо икса подставим пи, это получим ноль, то есть мы как бы здесь делим на ноль, вот, вот, вот. Ну так с иксом-то это не ноль, а когда мы подставляем уже простой элемент, это будет ноль. Это как бы особая точка, вот этот прямой аналог нашей, нашего закона взаимности, вот в этом смысле, в этом смысле. Вот, ну тут, так сказать, вот есть такой, ну не проблема, конечно, а продвижение, я сейчас попробую найти, сейчас попробую найти его здесь. Вот, вот господин Кольман, ну, он, конечно, не так выглядит, но я думаю, его многие знают, Кольман. Он тоже решал задачу явного формулы закона взаимности, вот, но он ввёз свой другой интеграл, интеграл Кольмана. Вот здесь написано, как это происходит для, ну, он этого, этот взаимный интеграл для получения явной формулы символа норменного вычета в случае кругового расширения, вот. Ну вот здесь написано, как это, в общем-то, выглядит, ну и вот определение, как это происходит у нас, как его, самый, определение для Любина Тейта, например. Ну, я говорил, что формальные группы Любина Тейта – это одни из продвинутых. Вот интеграл Кольмана, мы будем понимать, вот такой, такой предел. Вот. Ну, получил он этот закон взаимности, это всё замечательно, а вопрос в том, что у нас теперь появляются два разных интеграла, вот, Шнирельман, с которым мы уже понимаем, как работать, и что с ним происходит, как аналог, и, ну, здесь снова определение Шнирельмана, и, соответственно, Кольман, так сказать, вот мы сейчас сумеем с Кольманом поработать. Оказывается, что на самом деле из Шнирельмана можно выразить Кольмана, но вот в некоторых случаях, наоборот, сделать нельзя. Ну вот в этом случае всё в порядке, вот мы вычисляем. Это всё мы работаем с интегралом Кольмана. Значит, при чём вычисление покажем, что интеграл на Шнирельмане не совпадает в Купе для простейшего ряда вот единицы на П. Это следует непосредственно с теорием, который я сформулировал тут выше и доказали мы, что для любого контура с центром в нуле, верно, вот это равенство. А поскольку единица на Т квадрат есть только один полюс второго порядка в точке ноль, то остаётся показать, что интеграл Кольмана не равен нулю. Ну вот тут доказательства того, что интеграл существует, как семейство функций. Ну и так, на самом деле, там ситуация такая, что мы можем выразить интеграл Кольман через интеграл Шнирельмана в итоге. Для этого есть у нас некая работа уже, она фактически сделана. Мы сделали её с неким студентом, уж не знаю, как он там получится. Если кому-то интересно, у меня работа эта с собой есть. Вот как она, как получается интеграл Кольмана из интеграла Шнирельмана и когда они точно не совпадают. Ну это уже технические выкладки, я не думаю, что это будет как-то очень кому-то интересно. Но, в принципе, у меня эта работа с собой есть. Если кому-то интересно, я с удовольствием поговорю. Потому что мы, ну какие-нибудь новые идеи, если появятся у народа, я с удовольствием обслужу. Потому что, ну, у нас, я повторяю, со студентами не очень, да. Ну всё сложно, как и везде. И поэтому, чем больше группы будет, тем лучше будем мы с этим группой работать. Вот так. Ну, если нет вопросов, то я благодарю за внимание и не буду задерживать вас на обед. Если кто пойдёт на обед.